всем здравствуйте ребята вы на канале пиратская жизнь оставь стульчик оставь ребятки мы сегодня решили на ужин заказать огромную пиццу блэк-бургер ну чё им сделай изобрази блин а я чё делаю изобрази ума давай давай раз два три такая красивая пицца в общем пицца у нас называется блэк-бургер да вот может от не первый раз я заказываю очень вкусная он все убирает вот этот стульчик давай налетать мы решили сегодня там гульнуть гульнуть кстати получилось вообще недорого 820 рублей все вместе с доставкой я хочу пиццы я хочу пиццы что-то мы так подумали подумали решили сегодня гульнуть ну чё бери я чё тебя ждешь на это возьмешь бы у тебя там все отваливается видишь у меня отваливается вот такая пицца цели какая прелесть ребята все очень кушаем это ждет когда я оторву дальше тоже отрываться задела на черном тесте с каракайцей очень вкусно не стук каракайцей на как-то отваливается разваливается здесь она для даже фаршем то есть по сути как это действительно как бургер вместо фастфуда эти желтенькие это у нас этот сыр чеддер не только только привезли горячая вкусно вообще огонь не ваще в обществе это у нас ниже но и есть вот такая вот квадратная пицца мы уже не первый раз там заказывали вот это по моему самая вкусная самая четкая она с фаршем она сыром куча куча сыра весь такой сыр чеддер с огурчиками соленький очень шикарно сна ты самую главную пускаешь от чего-то отказался хочу отказался от остроты ну да мне когда перезвонили мне спросили вам какую острую слабо-острое вообще не острых я просил слабо-острое я уже не знаю чем они там острят у них перец халапеньо нам особо острую не надо блин атака вкусно еще но если другую заказывали значит не уж пораз вот это она прям сама классно какие она будет острые да прикольно все это тесто у нее черное ну а как это там прямо написано чернила каракайца написать могут все что угодно наверное дорогие да в общем всех с 8 марта наступающим у нас наступающим дешевые думали чё сегодня заказать королы там и еще что-нибудь а ролл кстати дорого ролл сейчас подорожили да я предлагала короче в авансы группы поднем в кафе сходим сюда не пойду туда не пойду да ну нафиг мы сейчас посмотрели там с кафе сядешь там тысяч полторы две останешься а здесь считайте 800 рублей сидит покой дома все хочу поздравить с 8 марта всем пожелать всего хорошего чтобы ваши мужчины нас порадовали одежда завтра мужчин порадует я подумаю динамик понял что вообще прям был должен немножко струк попался здесь колбаска такая вкусненькая где помидорка а он прям вот фарш я смотрел там некоторым этим пицца она была с этим колбасой а куча куча колбасы колбасу не надо фарш вообще классно дойдет колбаса там такие большие куски нефигал гусь еще какая-то новая пицца с дайконом с редиской нафиг не хочу дайкона такой-то это китайская редиска я думаю это фигня да я думаю как в пиццу дайкон хотя знаете на самом деле с пиццей вращаются по-разному классическую пиццу это маргарита по сути итальянская ну что доход пицца соус и сыр по сути маргарита на это тесто пицца соус сыр все тесто про проблем пит вот этим соусом и сверху много сыра это если правильно то стоит только из томатов без кожуры потом протирает специями кстати сверху сыр посыпают еще есть две две или три пиццы самые первые оттенка первое заказали я все думаю что этот желтенький это яйцо свой край все просто раз мы сожрали целую пиццу я не знаю хватит у нас на этот раз или не хватит подвину и подвину и подвину до того края а подожди красиво в кадре чтобы все было красиво в кадре что они пообедали что поужинали и пицциками все действительно дорого получать 820 рублей но сейчас вот пойди купить что-нибудь на ужин да вот на 820 рублей что-то купишь ты ничего не купишь практически овощи и бешеных денег стоит там видите мясо вон вчера полтора килограмма взяла считайте это на 1000 рублей сразу на сегодня они кстати заказал поем так как я заметила все равно не повысили это плюс так сейчас на 820 рублей особо не наешь поставки идут смысл какой ну так и немножко костренько сверху еще мне нравится этот перец но это как травка что ли чтобы сегодня мы наслаждаемся отдыхаем прованский тварь интересно этот рецепт дал сам он мистер блэкбургер ммм даже и не слухом это классно делается ну мне кажется знаете пиццу у нас есть прям горячая с полужара тогда она классная а сейчас пившую да так ты уложишь тут ну и соус соус да может быть и намазывают ее угу не ну мне здесь что нравится то что здесь бортики прям можно спокойно еть они на ниге и хлеба практически нету то есть ну вы знаете заказываешь то есть а польша ужасный пиццу мы едем в этом шоколаде я никак не забуду про нее что вот эту вот какашку которую нам принесли за сколько там 500 рублей что ли уж пиццу надо заказывать в том месте где ее готовят именно пиццу потому что некоторые там знаете в кафетерий придут пиццу нам заказывают так мы лоханулись так так у себя у нас так получается это раз в месяц а раз в два месяца пиццу едем и там не захотел в кафе мне предлагал пойдем в этот сходим мясоруб он не захотел да ну пойдем домой ну 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 820 рублей практически ничего два бургера все по 400 рублей каждый а будешь у них стейки стейки у них вообще дорогие у них по-моему стейки полторы тысячи да по полторы тысячи вообще представляете стейк полторы тысячи в чем полторы тысячи это по-моему 300 грамм да 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 он там какой-то крутой типа это рибай рибай там все да нет вкусный мы так помнишь брали я не знаю как ну в большинстве этот рибай они берут жирный уезжают его естественно остается уже ничего там мяса нет очень мало а я знаешь хочу попробовать это тамага да тамага а ты его смешешь да а не 300 грамм идёт это самый большой а да да а вот в Америке у них там прям вот как готовят там ну у них там несколько видов стейков есть вообще стейк это не блин 300 грамм мяса а скажем кусок там стейк идёт где-то да вот 600 грамм выше огромный кусок вообще даже по сравнению со мной огромный да на вот ты пери вот это как хочешь мое дело предложить можешь отказаться что ставим на завтрак кусочку как раз или опять сомжём все писал на прошлый раз она хотя бы была 33 сантиметра вот раз блин все 40 хихихих ммм ммм ну блин она вкусная но по сути она тоненькая то есть если её свернуть она такая шполка у меня там одна женщина писала там тут ну как то всегда на нас накинулись вон сколько выжать там то и сeda и говорят Вот, и чего вы эту пиццу? Господи, я тонкая. Я одна такую спарю. Видите? Не, я одна бы, наверное, не съела. Хотя, если долго пить. Хотя, какой диаметр? Пош, вьетнам ели. Да. Ой, вы видите? А, блин, она вообще на таком тонку, чем была. Прям пупец. Там прям как бумажка была. Понимаешь? Угу. А бывает пицца такая, знаете. Вот такую съешь ты целую. Такую, да. А там, по сути, только начинка. На все пиццы. Ну, так называлась, не помнишь? Нет, помнишь. Но это сеть была. Мы ее потом видели. В Турции. Да. И в Таиланде, помнишь? Да, в Таиланде и в Турции. Это сеть. В пиццерии. Угу. Кстати, теперь на мне летать можно. Ребяточки, обалдеть. Все? Только некуда. Только да, некуда. И денег нет. Видите? Имею желание, но не имею возможности. Так выпьем же Вован за то. Налей себе. Выпьем же Вован за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Вы же, ну, вот, девочки, ну, пипец вообще. Ну, как всегда. То, блин, пандемия херахнет, да? Вот, то еще что-то. То понос, то... То понос, то златух. Вот реально. Блин, вот что у нас творится, то понос, то златуха. Из крайности к крайности. Угу. Это вообще просто жесть какая-то. Это реально в прошлом году, ну, если какой-то, два года назад, давай. Не за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Да, давайте, ребятки. А это с 8 марта. Реально, два года назад, вроде как у нас это, стал раскачиваться канал, там, туда-сюда, все хорошо. То есть мы могли поехать там в Таиланд, да? Но... Мы хотели поехать не в Таиланд, а в Китай хотели. А, да. У меня, если стал там раскачиваться, то я сюда, на тебе помню, я. Угу. Сейчас вот уже... И я закрылся. Угу. А так хотели... Ехать в Китай попробовать эти традиционные пельмешки. Пельмешки, утку по-пекински. Вызывай. Угу. Ну, как это, дамлинги. Угу. Вот утку по-пекински тогда. Вот хотели поехать, сейчас вот, в принципе, у меня уже, я могу поехать спокойно, а нельзя. Все закрыли. Там вот их делают по 5 штук. Вот такие огромные. Угу. Как мало. Причем они их делают, там что-то... Вот так, да-да-да-да-да-да. Угу. 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 Прям, короче, жопа какая-то. Да, кстати, сейчас уже распространяют активную информацию, что с 11 марта хотят закрыть интернет для России, но на самом деле это фейк. Так что, ребята, не верьте, пожалуйста, фейкам. Эту информацию можно проверить на официальных источниках. Сейчас, на самом деле, очень многое входит всякой информации. Да, кстати, знаете, вот сейчас сидела, смотрела, короче, комментарии. Много разных комментариев попадается, но у нас в последнее время их что-то очень много. Если что, вы всегда можете пожаловаться на комментарий. Рядом с комментариями есть три точки, и можно пожаловаться на него. Соответственно, YouTube, если будет много жалоб, примет меры и удалит этот комментарий, и заблокирует человека, который распространяет данный комментарий. Так что вот. Просто, понимаете, я чисто физически не успеваю. Я даже не знаю, какие фильтры поставить на эти комментарии, потому что там по-разному пишут. Я вот сейчас искала там и по одним параметрам, по другим, понимаете. Какие-то части я удалила, какая-то часть остается. Честно, я просто банально физически не успеваю всех удалять. Так что, если что, вы мне, пожалуйста, помогайте. Жалуйтесь на комментарии, которые там разводят, там, не знаю, нацистские, там, всякие, там, лозунги и прочее. Вот. И плюс, вот, там, фейки. Вот. А что такие дела? Ну, я, как владелец, так сказать, страницы, я не несу ответственность. Я же не распространяю фейки, понимаете. Ну, только те люди, которые действительно распространяют, которые вот именно пишут. Вот они пострадают. А все, жалуйтесь на комментарии. Да. Если бы люди знали, как устроен интернет, они бы этого не говорили. Я тоже не верю. Ну, что, блин, вообще Россия. Ну, вот, знаете, вот мы сегодня с мамой настояли, жаля, насчет того, что ушла, ушел от, из России, Кадиллак. Кадиллак, девочки, начальная цена от 20 миллионов. Там какая-то супер, ну, там, получше там комплектация 33 миллиона. Ну, понимаете, люди, которые могут себе позволить Кадиллак, они вряд ли выйдут на бригады для того, чтобы, грубо говоря, его вернули. Не понимаю вообще его десанции. Да он нахер. Ну, кому? Вот мне вот этот Кадиллак нахер не нужен. Я тебе скажу одно, что эти все машины, это роскошь. Ну. И не надо тут, блин, ой, уши, да и хрен на них. У нас вон Волга есть. Чайка. Чайка. И победа. Этот, блин, Кадиллак вообще даже рядом не стоял. Лада, седан, баклажан. А уже не наш. Тоже не наш? Да. Жалко. Захотела. Загляни под Капот Лады. От Рынов все стоит. Угу. Да. Вот так вот. Вот так вот. Кинь. Да. А сейчас везде одни СПшки. СПшки? Да. Что такое СП? А как ты думаешь, что это такое? Не знаю. У нас совместное предприятие. А-а. А вот видите, как это получается-то. Выясняется. Что-то одни ушли, вторые, третьи, четвертые. А где наше-то производство? Где вообще наше-то все? У нас как-то просто картошка и все. А там, может, у нас времена Бори. Именно вот эти СПшки. И открывались. Что-то как-то нас захватили. Нифига. Просто все похерили и было хорошо все. И всем это пофиг было. Сейчас... Надо поддерживать отечественного производителя. Если бы еще что-то делали. Так не, блин, дают делать-то. Нифига. Та-та-та-та, да, фермеров, блин, а? Вы поддержали годик и все. А сейчас они уже не поддерживают? Пошли вы нафиг сами. Сами по себе. Не, ну всякие сыры-то... А сельского хозяйства нету. Как такового-то. Вот как это было в советское время. Ты же прям вспоминаешь советское время, когда деревья были большие. Ага, деревья были большие. Тогда сады огромные были. Сады. Придонья. А яблочки-то свои. Да, да. Только где сейчас эти сады? Нету нифига. Сколько было? Колхозов. Миллионников. Миллионников. Даже колхоз. Да ты ездишь. Там был колхоз. Миллионник. Колхоз, миллионник. Там было огромные дворы стояли. И тут Остапа понесло. Ладно, ребятки, будем заканчивать. Потому что Остапа понесло. Все. Всех любим, всех целуем. Увидимся пока-пока. Которые мясо пали. А то его понесло. Молоко, глади. Любим, целуем всех с 8 марта. И хлебушек.